добрый вечер всем давайте продолжим сегодня у нас будет занятие 204 по расписанию материалы занятия скину но они в принципе там не находятся то есть не изменились и цель нашего занятия разобраться с локальной системой переменных либо локальными переменами которые относятся либо входят в группу кодов пользовательских мы используем пользовательские переменные для того чтобы определять либо записывать в них значения для последующего использования и сегодня мы перейдем как раз это будет такая небольшая тема и к середине занятий мы перейдем к такому практическому занятию продолжение которого вам желательно сделать самостоятельно то есть выполнить его дома итак локальные переменные давайте немного теории пока локальные переменные они используются для того чтобы написать переменную используемую в пользовательских макроциклах либо циклов которые макро которые используются производителем оборудования это разные контрольные измерительные приборы это может быть в принципе пользовательские программы которые используют стандартные алгоритмы и в зене в году вайл дуэнд то есть то что мы что мы и пытаемся пока рассматривать можно использовать их в качестве как написано пользовательских программ переменные они делятся на две две группы это первый так называемый аргумент и аргумент номер два первое обозначение это от переменной 1 до переменной 26 и второй вариант такого исчисления скажем так это от переменной 1 до переменная 33 смысл использования даже давайте начнем с того что мы эти переменные локальные переменные используем в рамках одной программы то есть они не передаются в другую программу начнем с примера положим что у нас есть локальная программа либо под программа которая использует макрос будет главная программа называться он он ли один которая будет выполнять какие-то действия я запишу стандартную строку безопасности это некоторые коды G17 G90 G54 G17 это подготовительный код для определения плоскости обработки XY G90 это работа в абсолютном программировании и GPC4 это использование рабочей системы координат номер один то есть определяет где находится заготовка относительно стола станка того 1790 G54 и дальше мы будем делать некоторое повторение с передачей данных в другую программу положим кодом M065 мы вызовем инструмент номер 5 будем вращать его со скоростью 10000 оборотов в минуту M03 вращение по часовой стрелке инструмента то есть шпинделя с инструментом на 10000 оборотов в минуту и дальше у нас будет переход в какую-то координату откуда мы будем начинать работать например X0 и X0 ускоренное перемещение на высоте 10 мм высшего уровня заготовки с входом в материал например на глубину минус 1 мм минус 1 мм с подачей 100 мм и сейчас мы перейдем как раз к тому что самооперация например перемещение по какой-то траектории будет происходить не в этой программе которую мы назовем главной программой а в подпрограмме но это под программа либо макро она будет содержать те переменные либо те значения да которые можно представить в виде переменных то есть они бы у нас менялись ранее мы использовали такие перемены как переменная 100 500 переменная общая переменная глобальная они между собой разнятся тем что переменная общего типа мы можем только использовать да в сеансе станка то есть от включения до выключения питания станка а глобальная можно использовать постоянно локальная же они очень уязвимы так как они обнуляются то есть становятся вакантными даже в процессе работы то есть после того как программа отработала получается что код завершения программы м30 он тоже сбрасывает если мы передаем значение от переменной до переменной в другие какие-то программы то тогда эти переменные локальные имеется ввиду тоже будут сбрасываться давайте сначала посмотрим как это работает чтобы понять и потом пройдемся по теории положим есть такой код который называется g65 g65 это подготовительный код g-код да preparation codes который необходим для вызова программы вот и он вызывает специальные под программы которые для которых используется адрес p пи это программ и какой-то новый номер программы которые нужно передать что-то то есть вызвать и передать управление представим так что у нас есть главная программа до который называется он 01 внутри которой есть вызов под программу g65P002 это тот код который выйдет из программы главной то есть 01 и передаст управление в код программу то есть программу O002 дальше кроме того что мы можем просто передать управление в эту программу мы можем передавать специальные переменная то есть начальное значение переменных в эту подпрограмму можно сказать что там может быть координата какого-то перемещения пусть будет в этой подпрограмме будет перемещение например по диагонали либо там перемещение виде там по квадрату например для этого я могу передать информацию в виде переменных информацию виде переменных и положим я хочу использовать значение координаты x в программе виде переменной поэтому при вызове этой подпрограммы из главной то есть с помощью кода g65 я могу указать этот код x и передать ему значение то есть какое x я хочу получить например x это может быть длина моего квадрата в рамках перемещения например x100 а y это может быть ширина то есть получается что мы замещаем значение переменных то есть как мы обычно говорим да что переменная 100 пусть будет длина переменная 101 пусть будет ширина там либо высота таким же методом происходит и работа с локальными переменами но при этом мы не просто вводим эти значения да передаем их в специальную программу для отдельного выполнения локального выполнения локально это значит что как бы она отдельно выполняется но внутри программа локально g65p002 x100 и пусть будет y50 готово то есть по сути код g65p002 x100 и 50 говорит о том что либо отвечает за то что процесс перейдет в выполнение перейдет в программу о 002 и передаст туда значение 100 и 50 для координат x и eric то есть для следующих адресов дальше после выполнения этого мы должны как бы перейти в эту программу и вернуться в главную поэтому я тут оставлю немного места и напишу m30 конец главной программы а сейчас нужно написать отдельную программу которая бы выполнялась случае если мы запустим программу с фон 0 1 то есть имеется ввиду как раз это программа которая называется о 002 программа о 002 она уже не главное да потому что ее запускает про код g65 из программы о 01 несмотря на то что они могут находиться в одном файле у нас будет главная программа и у нас будет под программа но это под программа будет называться макро программа которое использует локальное значение применения пока мы просто сделаем следующее например сделаем перемещение в этой программе на x500 получается что в главной было написано перейти в координату 00 потом опуститься на минус 1 миллиметр ниже поверхности материала с скоростью 100 миллиметров минут потом передать управление в правом 02 и передать вот эти значения и м30 следующий выполняться не будет на потому что g65 просто перепрыгивает и заходит программу 002 тем самым мы должны выполнить x500 то есть перемещение такое перемещение будет выполнено тоже с кодом g01 потому что он остается модальным то есть такое перемещение будет заданной подачей из в условиях перемещения линейной интерполяции после того как у нас проработал x500 да мы можем выйти в главную программу для этого делается выполняется точнее код m99 м99 это выход из под программу давайте посмотрим что получилось я все позакрываю и запущу получилась вот такая программа нажимаем старт то есть мы видим симуляции что в системе до система чипу с инструментом все таки переходит в x500 несмотря на то что тут написано m300 конец программы почему так происходит потому что выполняется эта строка это 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 потом переход под программу 02 x500 м99 возвращается на следующую строку после g65 то есть которая выполнена вот сюда тут ничего и м30 это конец программа получается он 02 это локальная подпрограмма для он 01 для главной право но все они находятся в рамках одного файла антон а зачем это до x100 и игре сейчас к этому и на и перейдем сначала просто объяснить почему это работает да то есть потому что g65 передал туда управление передавать перейдем к тому а где же тут переменные переменных то нет для того чтобы в такую локальную программу передавать какие-то значения которые бы менялись то есть переменные как раз для этого используется вот эти переходы то есть вот эти адреса которые передают специальное значение предположим я хочу чтобы перемещение было не в направлении там x500 а перемещение было например вот в таком направлении да то есть какая-то была бы траектория движения то есть эквидистанта конкретная где здесь бы было 100 а здесь бы было 50 для этого я и выпустил вот эти значения то есть передал их как это осуществить получается если x100 и 50 передают значение эти в переменную пин 002 программу пин 002 на то в этой программе пин 002 она же он 0 2 нужно как-то их получить и получается не после по специальной схеме для этого используется специальная таблица которая переводит переменные в их локальные аргументы либо локальные перемены в их аргумент ну либо аргументы в их локальные перемены аргументы они же адреса то есть a b c i j k и так далее перемены это перемены мы сейчас говорим об работе переменных первого адреса либо первого аргумента где используется от 1 до 26 не работают следующим методом если мне нужно передавать значение которое связано с x то есть как координата по x которая может в принципе использоваться не обязательно как координат по x то перемещение происходит с помощью переменной 24 то есть я указываю при вызове под программы g65 например x20 а получаю это значение вы переменной 24 потому что переменной 24 соответствует значению x если я хочу передать значение переменных то я подачи я указываю f1000 а чтобы получить переменную этой подачи я говорю f переменная 9 где переменная 9 соответствует кодов пока немного запутанная так понимаю да возможно не совсем кому-то понятно но давайте как раз к этому так легче то есть посмотреть практически как это работает да потом уже переходить к теории чтобы разобраться полностью давайте посмотрим до конца это их 100 и 50 получается мы передаем значение 100 и 50 которые бы использовались как координаты по x и для того чтобы программировать траекторию движения в этой программе тогда вместо x мы принимаем значение переменной 24 потому что переменная 24 соответствует значению x и смотрим что тогда координата меня до соответствует x100 то есть такая как здесь я напишу x500 специально обновляю и получается x500 значит под программе вместо переменной 24 система чипу будет использовать 500 потому что 500 было передано адресом x при запуске программы пин 002 кодом g65 из главной программы дальше я хочу чтобы это было виде перемещения да то есть не просто по линии ну то есть мне нужно вот так переместиться на я и перемещаюсь для удобства я могу использовать например 91 то есть инкрементное программирование в таком программировании все координаты перемещается относительно предыдущей точки поэтому указав координату x переменной 24 это значит что я на 500 миллиметров вправо перемещаюсь но давайте сделаем например по часовости значит сначала должен идти и если x у нас соответствует 24 то их соответственно 25 но можно посмотреть и проверить на x это 24 и рик это 25 возвращаемся в программу значит и рик это 25 получается что только зайдя в программу находясь координате 0 0 мы переместимся в и рик переменной 25 где переменная 25 до это x и рик 50 то есть положительное значение появится другими словами это значит что нам нужно переместиться на 50 миллиметров вперед относительно предыдущей точки предыдущая точка это 00 там где мы были дальше по условию нам нужно переместиться вправо на ширину которая и соответствует координатам x и она соответствует значению 500 а 500 было передано адресом x а значит должно быть получено соответственно на следующей строке да потому что нам не нужно по диагонали переместиться нам нужно отдельно перемещаться значит я пишу со следующей строки и тут пишу переменную какую верно 24 24 верно а дальше я перемещаюсь куда получается я перешел переменная 25 переменная 24 теперь мне нужно переместиться сюда что я пишу эфик минус а перемена 25 то есть мне нужно перейти в другом направлении но в том же инкременте то есть на то же расстояние что и вперед по эрику и несложно догадаться да как перейти влево то есть нужно от начальной точки перейти в новую точку в направлении влево влево это x минус насколько на переменной 24 которая соответствует 500 переменная 24 готово результате мы получаем вот такую обработку собственно что мы тут запрограммируем то мы получаем пусть будет x 180 на 520 обновляем и получаем вот такой обработку окей что можно сказать давайте теперь обсудим этот вопрос для чего вообще это нужно почему не сделать это в рамках одной программы речь идет конкретного примере использования локальных переменных где я показываю как передавать эти значения как принимать эти значения до в отдельной программе то есть я не хочу этим сказать что это единственный правильный вариант для того чтобы выполнить такую обработку да и для этого нужно отдельно осуществлять вызов под программой туда передавать значение нет конечно то есть рамках этого примера это не нужно вот но так более понятно да что именно понятно что с помощью значений адресов точнее да x и a f c g и так далее мы передаем значения которые потом получаем с помощью перемен то есть мы должны смотреть на этот пример как практически пример использования можно ли вообще не использовать локальные перемены заменять их просто общими перемен ведь давайте посмотрим здесь говорится о том что в отдельной локальной программе которая вызвана кодом g65 я передаю значение переменных 25 и 24 с помощью x и где эти значения эквивалентные 520 180 но для оператора чипу это достаточно неудобно получается что ему нужно лезть внутрь программы и здесь изменять новое значение если действительно я пишу программу параметрическую которая должна была бы изменять эти значения даже вот на таком элементарном уровне как просто вот там обработка по какой-то траектории где есть просто прямоугольник его нужно обойти по контуру то тогда оператору это неудобно изменять эту информацию она как бы не динамическая получается мы просто должны перезаписать новое значение перемен тогда действительно можно было использовать кат-систему и даже там кам-систему и даже уже просто изменять в ней зачем эти все перемены тогда по сути нам нужно передавать лучше значения каких-то переменных 100 и 101 а тут их записывать что переменная 100 это пусть будет 500 то есть как значение длины а переменная 101 это будет положим там сколько 180 пусть будет теперь 250 как значение в шейной вот вот и тогда так было бы более удобно и оператор чипу просто меняет так ему нужно 750 на 180 да он запускает программу и все готово но тогда а в чем смысл использования еще этих переменных да если мы можем вместо значений 2524 и подставить эти же значения по иксу и эти значения по игреку правильно то есть мы просто меняем их и используем при этом не локальные перемены глобально смотрим и все то же самое а если все то же самое тогда зачем вообще вызывать под программу которая работает с теми же перемены мы вообще можем ее не вызывать удаляем эту под программу удаляем этот вызов и просто вставляем это прямо вы тело программа получаем то же самое то есть вариантов использования и этого усовершенствования очень много никто не говорит что должно быть использование именно локальных переменных но и на никто не говорит что должно быть использование глобальных переменных либо общих, как мы видим здесь, то есть мы рассматриваем все варианты работы, ведь цель же обучения данного курса, либо конкретно этой темы, не получить информацию, либо не научиться это кодировать и программировать разными методами, а еще и, собственно, понимать, что написано в чужом коде, если вы просто открываете какую-то программу, она содержит много макросов, чтобы понять, разобраться, что там происходит, и если как раз мы перейдем к этому, что будут вот эти коды, даже для каких-то элементарных вещей, то уже будет непонятно, что это такое, зачем это нужно и почему тут все, какие-то есть переадресации, и тогда вы вспомните, что это изучалось, посмотрите какие-то user manuals, руководство по эксплуатации и вспомните, для чего это делается и работает, поэтому мы рассматриваем все варианты, и так, локальные перемены, М98 не умеет передавать значения, если мы используем систему, в которых передаются не локальные переменные, а именно общие переменные, тогда заранее устанавливаются значения 100, 101, как здесь, и тогда действительно нам не нужно переходить в эту подпрограмму кодом G65, кто знает этот код, это работает идентично, мы просто запускаем переход в эту программу, делаем с помощью М98, как вы хотите, но если бы мы использовали все-таки вот такой вариант, то есть когда мы передаем значения переменных, вот так, да, например, когда мы передаем значения локальных переменных, то это просто невозможно с помощью кода М98, но мы можем попробовать, например, вместо G65 напишем М98, вот, и мы в результате получаем ошибку, то есть мы получаем, М98 запускает подпрограмму, а перед этим он выполняет эти координаты, как перемещение с помощью G01, то есть он должен передать их в локальную программу для того, чтобы потом получить их в переменных 24, 25 и работать с ними, да, на самом деле он просто бьет и перемещается в эту координату, то есть просто алгоритм становится неправильным, это путаница, и программа работает некорректно, поэтому как раз нужно знать отличия, то есть М98 не работает с таким методом передачи, он просто может передать управление программой, и тогда в этой программе не могут быть локальные перемены, тогда там нужно использовать общие глобальные, а они должны быть тут записаны, понятно? То есть есть разница. Теперь, например, я хочу передать еще информацию о подаче, либо изменить какую-то глубину, здесь я могу написать Z0, а здесь будет глубина изменится на минус какой-то, поэтому я тоже могу написать Z минус и подсмотреть, и чему равен Z, 24, 25 и Z, соответственно, 26, но чтобы этот Z получить, мне нужно где-то его передать, а передается он как раз при вызове под программу, то есть Z и указываем какой Z, например, Z2, Z3, и тогда этот Z3, да, передается как переменная 26 в программу 0, 0, 2, и мы видим это в симуляции, Z, минус 3, то есть все работает правильно. Опять же, хочу повторить, подчеркнуть, что это просто вариант использования, такой тип переменных, локальные переменные, которые используются локально в отдельных программах. В самом начале, на первом занятии, 4 занятия назад, мы рассматривали ту таблицу уязвимости, хранения переменных, в которой было показано, что локальные переменные не могут передавать значения между программами, так как они не хранят значения после их выпуска, запуска, ну, либо очищения, действительно это так, можем это проверить даже. У нас сейчас переменная 24, да, соответствует тому, что получено здесь, значение 255. И с помощью M99 мы возвращаемся на следующую строку после вызова G65. А здесь давайте сделаем такой вывод, например, запишем в переменную 110, значение переменной 24. Переменная 24 у нас должна быть вот сюда, передаться, да, и получаем в результате empty, то есть вакантную переменную, потому что переменная 24 ничему не равна. Почему? Потому что в процессе завершения программы здесь она была равна переменной 24. Мы видим это так, как произошла интерполяция. Мы перешли в координату вот сюда, в координату на минус, на х минус 255. То есть, несомненно, х тут имел значение какое-то, да, то есть 255. Но когда мы вышли из-под программы кодом M99 и перешли на следующий кадр после G65, то я захотел записать переменную 110, значение этой 24. Какое у нее значение? 255. Но, как вы видите, оно стало пустое. То есть это, опять же, доказывает то, что локальные переменные, они очищаются сразу после выхода из этой программы. То есть они работают в рамках одной программы. Можно еще проверить, что если, например, в переменную 110 записать значение 24 вот здесь, то есть в завершении этой программы. То переменная 24 сможет отдать свое значение, да, то есть которое равно 255, в переменную 110. А что если здесь я запишу в переменную 111 переменную 110? То чему будет равна переменная 111 к окончанию этой программы? Как думаете? Нулю. Почему нулю? Ну подумайте. Вакантно. Проверяем. Она будет равна 255. Просто интересно, почему вакантно, почему вы так решили? Давайте разберемся. То есть у нас был код G65. Он в главной программе передал значение 255 адресу x. Правильно? Значит, мы передаем это значение в переменную 24 по нашей таблице. Программа начала работать, и переменная 24 здесь имеет значение 255. Мы это видим в обработке, да, что перемещение происходило на 255 вот здесь. А дальше мы записываем в этой же программе переменная 110 равняется переменной 24. Переменная 24 чему равна? Она еще не очистилась, потому что программа еще не завершилась. Она равна 255. 255 записалась в переменную 110. Теперь мы выходим из этой программы, да, на следующую строку и записываем в переменную 111 переменную 110. Чему равна переменная 110? И, вероятно, кто-то из вас подумал, что она очистилась, но она не очищается в течение чего? Сеанса станка, то есть работы его до выключения питания станка. Выключение не произошло, мы в той же программе просто перешли в главную. А это значит, что переменная 110, она хранила свое значение, которое она получила от переменной 24. Ясно, хорошо. Еще один вариант, только давайте...